Глава города Лобня Николаевич Гречишников Дорогие лобницы, уважаемые друзья, очень приятно видеть вас всех в этом зале. Я с удовольствием и признательностью приветствую всех жителей нашего города, вас, присутствующих в этом зале, дорогие ветераны, почетные жители нашего города, руководители организаций, активисты, общественники, коллеги. Время стремительно идет вперед, еще год ушел в историю. И я вновь с огромной благодарностью обращаюсь ко всем вам, вашим коллективам, потому что все, что сделано, удалось сделать нам в 2015 году. Результаты и достижения, о которых я буду говорить, это итог нашего коллективного труда, совместных усилий, успехи каждого в отдельности и всех вместе, кто трудился ради общего блага на Лобнинской земле. Это результат эффективного взаимодействия и работы с правительством Московской области, депутатами Государственной думы, Московской областной думы, за что я особенно признателен и благодарен нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству, министерствам, а также присутствующим на нашем общегородском собрании депутату Государственной думы Ириной Константиновне Родниной, представителю губернатора Тимуру Равильевичу Садыкову, Владиславу Юрьевичу Юдину, руководителю муниципального района Талдомский район, и Никиту Юрьевичу Чап, который подъедет немного попозже. Мы традиционно в эти февральские дни подводим итоги, отчитываемся за сделанное, намечаем планы на ближайшую перспективу, информируем о них наше население. Это очень важно. Предложенное губернатором идеологии лидерства предписывает периодическую и честную оценку нашей работы, объективные выводы, что получилось, удалось выполнить, а что еще предстоит достичь. 2015 год, учитывая и формируя новые реальности, потребовал от всех нас и поиска новых возможностей, новых подходов и более эффективного использования имеющихся резервов. Отчет, который мы все сегодня держим перед населением, имеет важное значение и потому, что каждый лобнинец должен знать о наших результатах, дальнейших планах, приоритетах и мотивах их определения. Как и прежде, в основе нашей деятельности были указы президента, задачи, поставленные губернатором Московской области. Мы работаем на конкретные результаты. Для нас это главный ориентир и в социальной сфере, и в экономике. 2015 год сложился насыщенным, напряженным, но результативным. Большинство задач выполнено. Это означает, что сделан еще один шаг вперед в развитии нашего города, в повышении качества жизни лобнинцев. Основу социально-экономического развития нашего города составляет строительство, промышленное производство, пищевая промышленность, сфера услуг. Основные экономические показатели за последние четыре года имеют устойчивую стабильность или тенденцию роста. Это наблюдалось и в 2015 году. Во многом это стало возможным благодаря активной инвестиционной и инновационной политике проведения модернизации производства лобнинских предприятий. Балансовая стоимость муниципального имущества в 2015 году увеличилась и составила 7,7 миллиарда рублей. Право собственности города зарегистрировано на 55 автомобильных дорог общей протяженностью 30 километров, а за четыре года эти цифры составили 99 дорог и почти 60 километров. Кроме этого, почти 40 гектар принято в собственность земельных участков. В собственности города появились новые, как детский садик «Василек» и пристройки к детским садам «ФОК» и другие объекты. Советом депутатов, администрации вместе с трудовыми коллективами предпринимаются все возможные меры, чтобы предприятия нормально функционировали, а экономика города продолжала развиваться. Объем промышленного производства в 2015 году достиг 33,8 миллиарда рублей. Лидеры в этом являются «Тетропак», «Металлпрофиль», «Тополэко». Темп роста прибыли в 2014 году составил 105%, а по отношению к 2012 году – 134. Наибольшая прибыль достигнута на предприятиях «Центрстройкомплекс», «Дёлер», «Зика», «Лобнинский хладокомбинат». А в целом прибыль достигла 1,2 млрд рублей. Хорошие показатели у нас по объемам инвестиций. Они составили 8,3 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с 2014 годом. А инвестиции в основной капитал увеличились почти в два раза и достигли 5 млрд рублей. Наибольшие инвестиции у таких организаций, как «Метрокэш», «Энкэри», «Металлпрофиль» и «Армосель». Работа в этом направлении активно продолжается и ведется в тесном взаимодействии с Министерством инвестиций и инноваций Московской области. В течение последних лет продолжался рост розничного товарооборота и объема платных услуг. Это наблюдалось и в 2015 году. Крупнейшими по объемам платежей в бюджет города, хотелось бы сегодня назвать их, это являются предприятия «Аэрофлота», «Рольф Лоджистик», «Центральная директора Московской железной дороги», «Металлпрофиль», «Тетропак», «Лобнинский завод стройфарфора», «Дёлер». Благодаря появлению новых и дополнительных мощностей на действующих предприятиях города создано 549 новых рабочих мест, а за 4 года с 2012 по 2015 более 2000. Доходы на 140 миллионов рублей почти увеличились по сравнению с 2014 годом и достигли 2 миллиарда 627 миллионов. А по сравнению с 2012 годом они увеличились почти на 600 миллионов рублей или на 26%. Планомерно велась работа по мобилизации доходов. В 2015 году недоимка погашена более чем на 65 миллионов рублей. Дополнительно на налоговый учет встало 366 организаций. И 76 организаций вышли на безубыточный уровень. Расходы в 2015 году сохранены на уровне 2 миллиарда 700 миллионов. При этом по сравнению с 2012 годом они выше на 40% или почти на 800 миллионов рублей. В социальной сфере расходы превысили 2 миллиарда и составляют сегодня на уровне 80% всего бюджета. При этом 21% всех расходов направлено на капитальное вложение, что свидетельствует о том, что наш бюджет – это бюджет развития. Почти 600 миллионов рублей, а это в 10 раз больше, чем в 2012 году, направлено в сферу как раз к вложению. Большинство принятых на 2015 год обязательств, в том числе и, что особенно важно, по заработной плате бюджетникам, в соответствии с указами президента и задачами, поставленных губернатором, выполнены полностью. Эти итоги являются результатом совместных усилий трудовых коллективов, администрации, депутатов, налоговых органов, пенсионного фонда, торгово-промышленной палаты. Спасибо всем вам за проделанную работу, ставшую основой для получения даже не в простой экономической ситуации 2015 года, в целом неплохих экономических результатов. Важную роль в развитии экономики играет торгово-промышленная палата. Ее весомость постоянно растет. Продолжает работу бизнес-инкубатор, который вновь созданным субъектом малого предпринимательства оказывает постоянную, комплексную, бухгалтерскую и юридическую помощь. Бесплатные рабочие места представлены на базе торгово-промышленной палаты. Экспертами ее проведено более 500 экспертных оценок и более 250 товарных экспертиз. На базе учебного центра прошли обучение более 100 предпринимателей. Новые профессии получили более 300 человек. Налажено сотрудничество с Центром занятости населения как Лобни, так и Талдомского района. По их направлению обучение прошли 40 человек. Активно проводилась выставочная деятельность. Успешно проведены традиционные выставки, в том числе и благотворительно новогодние. А в апреле впервые состоялась выставка «Сад-огород», ставшая очень востребованной и популярной. В сентябре город принял участие в Международном экономическом форуме развития муниципального образования «Залог экономического роста страны». Хочу отметить постоянно растущую социальную направленность как в выставочной деятельности, так и в целом в работе Торгово-промышленной палати и в целом нашего бизнес-сообщества. При активном участии наших предпринимателей в городе реализуется множество важнейших социальных проектов. У нас создана и активно функционирует инфраструктура поддержки предпринимательства, куда входит Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также бизнес-инкубатор, консультационно-информационный центр, учебный центр. Одним из направлений поддержки является субсидирование на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, создания или модернизации производства товаров. Поддержка оказывается из всех уровней бюджета. Все эти направления мы будем развивать. Основной задачей Торгово-промышленной палати остается во взаимодействии с органами местного самоуправления создавать и развивать благоприятные условия для дальнейшего развития предпринимательства. В 2015 году мы отметили 15-летие Торгово-промышленной палаты. Ключевым направлением и существенным слагаемым нашей работы является строительство. Понимая это, стараемся этой сфере уделять пристальное внимание, помогать тем, кто работает в этой отрасли на территории города. В 2015 году активно продолжалось промышленное и гражданское строительство. Сданы в эксплуатации инновационный завод ЗИКа, сборочный цех завода по производству весов МИДЛ, промышленно-складской комплекс Титан Инвест, многофункциональный торговый комплекс Метокэш, детский спортивный клуб Ночкалов-1, это Краснополянский торговый дом, спортивно-оздоровительный центр в Катюшках, индивидуальный предприниматель Кадырзанов, ресторан на 200 мест. Кроме этого продолжается строительство. Это предприятие по производству вибропрессованной продукции Брикестейн, завод по производству мягких изолирующих материалов Армосель, первая очередь линия импортозамещения по производству сырья для основной деятельности, это компания «Металлпрофиль», торгово-сервисный центр «Вебаста РУС», фармацептическое производство по выпуску готовых лекарственных средств «Феррон» и другие. Одновременно с жилищным строительством активно велось строительство социальных объектов. Введены в эксплуатацию пристройки к четырем детским садам. Велось строительство пристройки к детским садам «Зоренька», «Ягодка», «Золотой петушок» и нового детского сада в «Катюшках», которое уже управление образованием по инициативе по их названию «Солнышком». Всего за четыре года построено детских садов 10 единиц, в том числе здесь и новые сады, и пристройки. В соответствии с губернаторской программой построен фок с универсальным спортивным залом. Все это перечислено ярко подтверждает, что город продолжал активно развиваться, потому что и это, и укрепление доходов, и новые рабочие места, и новые социальные проекты, и новые услуги, и многое другое созидательное, прогрессивное и необходимое людям. Продолжается работа по подготовке генерального плана. Сейчас над ним работает глав архитектуры Московской области. Утверждены местные нормативы градостроительного проектирования. Подготовлены необходимые документы по четырем новым застроенным территориям для проведения аукциона на право о заключении договоров по развитию застроенной территории. Речь идет о 40 ветхих домах в районе Москвича, на Керамзаводе, на Красной Поляне и на Батарейной. Речь идет о 15 тысячах квадратных метрах и людях, численностью 883 человека, кого необходимо переселять. На сегодняшний день уже приняты Советом депутатов правила землепользования и застройки на эту часть территории. Это как раз решение и было необходимо для объявления аукционов. Работа продолжается. Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог, тротуаров, уровень транспортной обеспеченности, благоустройство. К этим вопросам и в правительстве Московской области, и в нашем городе самое пристальное внимание. Как и в предыдущие годы, выполнены значительные объемы работ по обустройству. Заасфальтировано впервые более 100 тысяч квадратных метров территорий дорог, тротуаров, парковок. Это коснулось большинства микрорайонов. Некоторые работы проводились совместно с Мосавтодором, главным управлением дорожного хозяйства Московской области. Лобнинский автодор в 2015 году поработал, в общем, можно сказать, очень здорово. Ториэль Тазаретович присутствует здесь, хочу сказать им огромное спасибо. Расширилась сеть автопарковок. Дополнительно создано 843 машиноместа. Новые гостевые парковки появились во многих микрорайонах. Разработана комплексная схема дорожного движения. Очередной маршрут номер 6, Луговая-Красная поляна, включен в реестры муниципальных маршрутов Московской области с предоставлением льгот. Вопросы транспортного обслуживания мы держим на постоянном контроле. Просьбы, жалобы, запросы наших жителей стараемся оперативно на них реагировать. Продолжаем взаимодействовать с областными структурами по решению вопроса по северному обходу Лобни. Вопрос в областной программе значится, но, к сожалению, пока актуальная очередь до его решения не дошла. В рамках губернаторской программы «Дворы» произведено комплексное обустройство 15 дворовых территорий, в том числе на всех их заасфальтированной парковке. Обеспечено наличие обязательных по закону всех элементов благоустройства. Кроме этого, появились новые архитектурные формы, малые, на детских площадках Ленина 17, 19, спортивной 7, 3, текстильной, Чехова 10, 12, 14. Проводились и будут продолжены работы по обустройству сквера защитников Москвы, парка Киова, Березовой Рощи. Во многих микрорайонах города проводилось большой объем работы по санитарной обрезке, вырубке сухостоя, обрезке деревьев. Благоустройства велись практически во всех микрорайонах. Активное участие в благоустройстве принимали предприниматели. Они оказывали помощь и в приобретении саженцев, ремонтных работах, благоустройстве памятников и многих других социальных важнейших проектах. В целях повышения безопасности дорожного движения проведены комплексные мероприятия, среди них профилактические, совместно с ГИБДД. Это весенние каникулы, внимание, дети, летние каникулы. Дополнительно установлено 38 лежачих полицейских, 80 дорожных знаков, реконструированы сходы с автобусных остановок, оборудованы пандусами 12 пешеходных переходов. Все это одновременно и безопасность дорожного движения, и решение вопросов доступной среды. Этим вопросам мы и впредь будем уделять самое серьезное внимание. Активная работа продолжалась по совершенствованию рекламного пространства. Реклама существенно влияет на внешний облик города, его художественность, световое оформление, а также выполняет градообразующие и архитектурные функции. Это очень важно для развития города, повышение его комфортности. К тому же от этой работы, как никогда, в 2015 году и получили неплохой доход – более 31 миллиона рублей. В рамках закона Московской области о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям и поручении губернатора в 2015 году приобретено в Клинском районе 150 участков для многодетных семей. Участки уже распределены и предоставлены в собственность этим многодетным семьям. Для оставшихся семей вопрос решаем на территории Талдомского района. Работа идет очень активно. Глава района Владислав Юрьевич оказывает очень существенную помощь и в проведении необходимых мероприятий, и в решении организационных и иных вопросов. Продолжался муниципальный земельный контроль. Обследовала более тысячи земельных участков, а за четыре года – 1330 гектаров. В налоговый и хозяйственный оборот вовлечено за четыре года 166 гектар. Всего за год проведено в городе семь экологических акций и четыре субботника, в которых приняло участие почти шесть тысяч лобниц. Работа в экологическом направлении проводилась очень активно. «Чистый двор, чистая совесть», «Лес победы», «Наш лес, посади свое дерево», «Экологические акции по макулатуре», где мы задели лидирующие позиции, собрав 34 тонны макулатуры за два этапа. Эта акция «Встречаем перелетных птиц», который у нас проект из этой акции занял второе место в номинации «Экология Подмосковья». Экологические субботники были проведены и тематически «Зеленая весна», которая в апреле, «Зеленая Россия» в августе, в результате которых проведены огромные объемы выполненных работ экологической направленности. В городе продолжают функционировать эко-контейнеры для утилизации энергосберегающих и люминесцентных ламп. Проводились совместно с фирмой «Петромакс» акции по сбору и утилизации различной бытовой и другой техники. Активно в городе работает Общество охраны окружающей среды, руководителю Алексея Грибов. В результате большой совместной работы администрации, общества, активистов у нас возразилось больше тысячи колоний чаяк на озере Океово. Важнейшая составляющая комфортности – это ЖКХ. В этой сфере у нас работает 7 ресурсосберегающих и 8 управляющих компаний, 520 домов. Справедливости ради скажу, что для успешного функционирования в городе этой сферы предпринимается немало усилий. Собственники 273 многоквартирных домов самостоятельно выбрали управляющую компанию. Для 176 были проведены аукционы. Сегодня почти 100% функционируют советы домов. У нас по 2015 году своевременно, качественно было подготовлено к отопительному сезону. И вовремя начали и общий отопительный сезон, и заблаговременно все социальные объекты были обеспечены теплом. У нас начала работать новая котельная. Мы сегодня провели все необходимые процедуры по проектно-смертной документации и начали уже строительно-монтажные работы по новой котельной в районе комиссара Агапова. За 4 года в этой сфере проведены довольно значительные работы. Они выражены, вот несколько цифр могу привести. Это в 128 домах были проведены ремонты холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализования. 96 кровель отремонтировано, заменено 77 лифтов, почти 100 отремонтированных фасадов, 97 подъездов и заменено 57 входных дверей вместе с домофонами. И эта программа, она у нас уже на стадии завершения. Были годы, когда мы делали значительно большие работы и объемы по замене входных дверей. Сегодня у нас практически почти 100% в городе металлические двери, все входные и все с домофонами. Из бюджета города были выделены средства на ремонт и кровель, межпанельных швов, подъездов, инженерных сетей. Значительный объем работы ремонтно-восстановительных и строительно-монтажных был проведен при активном участии наших градообразующих организаций в сфере ЖКХ, водоканал, теплосеть, электросеть. Ими мобилизовано в 2015 году более 80 миллионов рублей только собственных средств. Силами управляющей компании проведен ремонт межпанельных швов, утепление фасадов 24 домов. В 40 домов ремонтировались инженерные сети, отремонтированы кровли 41 дома. На эти цели было направлено более 25 миллионов рублей. Проведены работы по капитальному ремонту кровель инженерных сетей. Это те работы, которые идут за счет регионального оператора. Было предусмотрено около 130 миллионов рублей. Большая часть работ выработана. Часть работ не сделана и перенесена на 2016 год. В целом, отрасль функционирует стабильно в городе. Возникающие проблемы оперативно решаются. Но внимание к ЖКХ должно быть повышенным всегда. Потому что для состояния, которое нам всем сегодня желаемо иметь в этой сфере, необходимо всем нам еще сделать очень-очень много. А за каждодневный напряженный труд всех работников этой сферы я хочу сегодня сказать огромное-огромное спасибо. Здесь присутствуют руководители. Прошу передать огромную благодарность всем вашим коллективам за работу и за обеспечение стабильной ситуации в данной сфере. Проблемы есть, но очевидно и заметное движение вперед. Виден большой повседневный ваш труд. Очень составляющая весомая комфортность жителей – это потребительский рынок. Одна из наиболее быстро изменяющихся структур. Речь идет и о внутреннем содержании этой сферы, и, конечно, о внешнем, который в немалой степени создает облик города. Работа в этом направлении проведена значительная. И ее следует, безусловно, активно продолжать и в этом году. Такие задачи поставлены и нашим губернатором. Развивающая сеть торговых предприятий влечет за собой и объем продаж, а значит и увеличение товарооборота. В 2015 году к имеющимся у нас открылись торговые центры «Верный», «Метро», магазин оптовой торговли, «Магнит» в микрорайоне «Москвич», «Бульвар» в микрорайоне «Катюшки». Сегодня в городе около 350 предприятий торговли, свыше 40 сетевых магазинов, где эффективно развиваются и работают современные формы торговли. Практически все магазины работают с учетом обязательного наличия в продаже социально значимых товаров. С 1 сентября торговые сети «Пятерочка», «Атак», «Верный», «Дикси», «Магнит» приняли участие в акции по представлению 5-процентной скидки по социальным картам. Регулярно организуются акции по реализации товаров по более низким ценам. Существенная работа по реконструкции и улучшению внешнего облика торговых объектов проведена в 2015 году на Ленина-23. Начаты работы по приведению нестационарных торговых объектов к единому архитектурному стилю. Проведена реконструкция сети магазинов «Пятерочка», отремонтированы магазины на Ленина-63, в депо, в Букино. Работа продолжается. В связи с продолжающимися работами по реконструкции станции на Ленина-4 демонтированы нестационарные торговые объекты, отремонтирована остановочная зона. Главное требование сегодня к торговой сети, чтобы жители имели возможность приобрести, не выезжая из города, качественные товары в магазинах и павильонах города, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и где присутствует высокая культура обслуживания. Наряду с предприятием торговли успешно развиваются предприятия общественного питания и бытового обслуживания. Получили дальнейшее развитие предприятия, такие как «Крошка», «Картошка», «Якитория», «Домашние». Из бытового обслуживания у нас открылись новые салоны красоты «Чародейка», «Леди», «Шадри». В рамках губернаторской программы «100 бань» сформирован земельный участок под строительство банного комплекса в микрорайоне «Восточный». В 2015 году проведен значительный комплекс работ по обустройству территорий всех наших трех кладбищ. Завершилась инвентаризация мест захоронения на Киовском кладбище. Продолжено обустройство входной группы. В центральной аллее в Киово строится часовня на Луговском кладбище. Важнейший вопрос – жилье. Уровень обеспеченности им нуждающихся. В 2015 году в рамках договоров развития застроенной территории из ветхих домов по улице Борисова, центральной, в новой квартире переселено 36 семей, 115 человек. Из ветхих домов на улице Батарейная и Железнодорожная еще было переселено 6 семей, 13 человек. На стадии завершения решения вопроса переселения еще 30 семей по улице Кольцевая. Вопрос связан с оформлением документов. В течение года обеспечены жильем 39 семей очередников города и работников бюджетных учреждений. 19 из них имеют льготные категории. В рамках реализации указа президента обращений губернатора Московской области мы участвовали и полностью выполнили свои обязательства по софинансированию под программой обеспечения жильем молодых семей города Лобня. К сожалению, без проблем в этой сфере не обошлось. Нарушение сроков строительства сегодня на объектах спортивный 1 фирма регион инвестстрой, свободный проезд 3,7 фирма Брест. Вопросы находятся сегодня на контроле, безусловно, и у нас, и в правительстве. Вопрос в том, что в России принимается все, зависящее от нас, но проблемы пока остаются. Мы работаем в тесном контакте с инициативными группами дольщиков. Уважаемые друзья, мы всегда добросовестно и в полном объеме выполняем свои обязательства в реализации всех программ, связанных с жилищными вопросами. Будем это делать обязательно и впредь. Как и прежде, главным в нашей работе являются дети, семья, здоровье. И если сюда добавить здоровый образ жизни, высокое духовно-нравственное воспитание, это и будет главной составляющей умной социальной политики нашего образования, здравоохранения, культуры, спорта. Их развитие – это наше будущее, будущее города, будущее страны, будущее нашей Московской области. Инвестиции в эти сферы, наверное, не всегда преследуют, даже какие-то дивиденды. Однако значимость их переоценить невозможно. Именно по всем этим направлениям, как и в предыдущие годы, в 2015 году у нас была наиболее продуктивная совместная работа с правительством Московской области, Московской областной думой. Приведу лишь некоторые примеры. В образовании. Задача по строительству детских садов стояла – открыть за три года не менее тысячи мест. Она успешно выполнена. Нами было открыто 1428 мест. В 2015 году открыто еще более 800 мест. Это настоящий прорыв. Александр Иванович Шишкин, ваши коллеги, Борис Григорьевич Иванов, ваши коллеги. Безусловно, в этом огромная заслуга всех вас. Поэтому я хочу сегодня искренне сказать вам огромное-огромное спасибо за это. На очереди решение задачи о включении школы 6 и лицея в областную программу. По здравоохранению введены в эксплуатацию два корпуса детской поликлиники. Ее мощность увеличилась в два раза. Проведены капитальные ремонты помещений в ЛЦГБ Краснополянской поликлиники. На очереди детская поликлиника. Расширение дневного стационара. Внедрение электронной регистратуры. Модернизация оборудования. Открытие центров семейного врача. Женской консультации. И на очереди теперь у нас запроектирована поликлиника новая. Уже прошла экспертизу на тысячу посещений. И есть у нас уже разработан проект инфекционного отделения. В спорте. Это у нас совместный проект строительства ФОКа. Губернаторская программа 50 ФОКов. По культуре мы взаимодействуем в следующем. Международный фестиваль «Русская классика». Совместный проект, который нам предстоит решить в этом году, теперь уже, с Министерством культуры по реконструкции парка культуры и отдыха. Открытый чемпионат России по спортивным танцам. В социальной сфере это летняя оздоровительная кампания. Материальная поддержка жителей, в том числе и последние решения губернатора и Думы о доплате к пенсиям одиноким пенсионерам. Это льготы студентам и школьникам. И я должен отметить, что в нашем городе это уже полностью работает. Практически все внутригородские автобусные маршруты включены в перечень муниципальных с предоставлением полного пакета льгот. Сегодня хочу напомнить и о решении о компенсации платы за капитальный ремонт. Одно из последних решений губернатора, который лицам нашим всем старшему поколению старше 70 лет, 50-процентная скидка в качестве компенсации за оплату, а людям старше 80 лет, одиноким пенсионерам, скидка 100% за оплату капитального ремонта. С этого года запускается социальная ипотека. Это система льготного кредитования, когда из регионального бюджета будет гаситься сам кредит, а проценты гасит тот, кто его взял. Этот посыл губернатор озвучил в своем последнем обращении. Я хочу в этой связи искренне поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора, правительства, министерства Московской области, Московскую областную думу за такую совместную, очень полезную нашему городу работу. Несколько слов о межмуниципальном и международном сотрудничестве. Развивается активное взаимодействие с Талдовским районом. Это и сфера сельского хозяйства в целом, земельные отношения, потребительский рынок, выставочная и ярмарочная деятельность, культура, спорт, оказание государственных и муниципальных услуг. Все эти в формате совместных проектов мы работаем с Талдовским районом. Поддержим конструктивные отношения с Воложенским районом Белоруссии и городом Тайань, провинции Шаньдунь, Китай, с которым у нас подписаны договора о сотрудничестве. Взаимодействуем с белорусами в торгово-экономической, культурной сфере, с китайцами в сфере экологии, лесного хозяйства, предупреждения лесных пожаров. Договорные отношения нацелены на расширение взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Город Лобня является членом Международной ассоциации «Пароднённые города», которая также содействует развитию экономических и культурных связей. Дети – безусловный приоритет для всех нас. Об этом сказал и в своём обращении Андрей Юрьевич Воробьёв. На это нас нацеливают и указы президента. Так оно и есть и по сути работы всех нас, и в первую очередь системы образования, здравоохранения, культуры, спорта. Образование 68% сегодня бюджета направлено в эту сферу. Это 1,3 млрд рублей. Оно в зоне особого внимания и правительства Московской области, и нашего. Предельно минимизирована проблема дефицита мест в детских садах. Но работа активно продолжается. На очередь работа по сокращению второй смены. Здесь также, как и по садам, идёт постоянное взаимодействие с правительством в поиске решений. Сейчас дорабатывается программа. Будет дорожная карта до 220 года, когда проблема второй смены также должна быть решена в области. Образование города растёт во всех отношениях. И численность воспитанников, и объёмы финансирования, и результативность работы. Имея в виду качество образовательного процесса, разноплановые достижения, по которым можно оценивать эффективность также городского образования. В 2015 году мы полностью выполнили указ президента и задачи губернатора по уровню заработной платы педагогов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в секторе дополнительного образования. Продолжаем за счёт города обучать выпускников наших школ в вузах. Их у нас сегодня 26 только в образовании и 14 в здравоохранении. Все школы сегодня обеспечены интернетом, имеют собственные сайты с лицензионным обеспечением, активно применяются технологии проблемного обучения, развивается проектная и исследовательская деятельность учителей и учащихся, здоровье, сберегающие технологии. Безусловно, любая работа – цена своей результативностью. И здесь наше городское образовательное сообщество выглядит неплохо. 40% школьников в 2015 году окончили на 4,5. Количество стипендиатов губернатора увеличилось с 13 до 25. Среднее значение рейтинга по ЕГЭ в 2015 году составило 32 из 71. По шести предметам у нас результаты выше среднеобластных – математика, физика, география, французский язык, общество знания и литература. За последние 4 года статус региональной инновационной площадки присвоен коррекционной школе-лицею, школе номер 2. Школа номер 5 и лицей – победители конкурса инновационных образовательных проектов. А в областных конкурсах по совершенствованию организации питания победители были 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 школы. В 2015 году лицей – в десятке лучших образовательных учреждений области. Школа номер 10 – победитель конкурса по стандарту оформления образовательных учреждений. Мы гордимся и личными достижениями, ребят. Призеры областных олимпиад – представители 2, 4 и 9 школ лицея. Это по французскому языку, литературе, экономике, русскому языку, английскому языку. Представители лицея 3 и 7 школ – призеры международного конкурса научных проектов, математика и проектирования. Кадеты 3 школы – призеры областного слета кадетских школ, призеры международного слета в Санкт-Петербурге. Харографический ансамбль «Сувенир» – обладатель Гран-при международного фестиваля. Бучковский Артем – победитель первенства России. Позняков Владислав – первое место в командных соревнованиях первенства России. Первое место в первенстве Европы. Это всё фехтование. Похвощева Полина – победитель областного конкурса «Права человека глазами ребёнка». Ефременко Дарья – победитель областного конкурса «Живая классика». Она вошла в десятку лучших во всероссийском конкурсе. Это можно продолжать. И это ещё раз подтверждает правильность и эффективность работы руководства, управления образованием, руководителей образовательных учреждений и педагогов. Сформирована мотивация, грамотно продумана стимулирующая составляющая, создана необходимая база – это и примирование стипендиатов, это поощрение отличников, субсидирование работы крузков и секций, реализация летней оздоровительной кампании, помощь в обучении и ещё многие преференции, которые сегодня от города даются нашим ребятам. И всё это не напрасно. Это для нас очень важно и ценно. И дети своими результатами это всё подтверждают. Здравоохранение. Как сказал в своём обращении Андрей Юрьевич Воробьёв, здравоохранение – наш безусловный приоритет. И хотя полномочия по этому направлению переданы на областной уровень, эта сфера деятельности находится в нашем постоянном внимании. Как и в прошлые годы, мы изыскиваем возможности для решения возникающих текущих проблем. Мы находимся в тесном контакте с лечебными учреждениями города. У нас, можно отметить, и в докладе губернатора было в обращении очень много таких показателей, которые действительно сегодня характеризуют здравоохранение с лучшей стороны. Мы тоже по многим показателям в числе лидеров. Я не буду сегодня все их приводить. Просто скажу, что в данный момент у нас впервые рождаемость перешла тысячу ребятишек, тысячу один ребёнок. И мы ещё немного не дотянули, как в среднем по области. У нас не хватает ещё 20 человек, чтобы мы победили смертность. Вот это одна из очередных задач нашего города. Наши действия по решению тех проблем, которые сегодня наиболее уязвимы в здравоохранении, это, безусловно, кадровые проблемы и нехватка помещений. Вот две проблемы. Наши действия в этом отношении, я уже сегодня сказал, это проектируем. Мы запроектировали поликлинику. Во всех новых микрорайонах мы в обязательном порядке предусматриваем, в центре семейного врача предусматриваются другие медицинские услуги. В этом году запланировано и ремонт будем дальше продолжать детской поликлиники старого корпуса и запроектировано инфекционное отделение. Для снятия остроты проблемы по кадрам у нас предусмотрено, мы заключаем контракты на служебное жильё, компенсируем 50% оплаты за наймы жилья, выплачиваем подъёмные при приходе молодого специалиста, продолжаем обучение в вузах будущих медиков, оплачиваем за проживание в общежитиях. Приоритетным направлением в сфере культуры в городе является развитие творческих способностей населения, проведение качественных мероприятий, создание и продвижение культурных брендов города. Сегодня культура – это 12 муниципальных учреждений. Творческие и самодеятельные коллективы города – постоянные участники международных, ферросийских и областных конкурсов и фестивалей. Шесть коллективов имеют звание «Народный», один образцовый. Из 239 человек, работающих в этой сфере, 9 – это заслуженные работники культуры Московской области, один – заслуженный артистка России, два человека – заслуженные артисты Московской области, один – заслуженный художник Российской Федерации. Количество занимающихся в клубных формированиях растёт постоянно и сегодня уже превысило 2500 ребят. Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры. Здесь нам удалось совместно с Федерацией решить вопрос создания безбарьерной среды по ДК «Чайка», где мы сегодня находимся, я думаю, вы заметили это, закуплена аппаратура для Дома культуры. Проведены ремонтные работы в театре камерной сцены, ДК «Луговая», ДК «Красная поляна». Пополнены фонды художественной галереи, музеи истории. Проведены проектные исследовательские работы по надстройке мансарды для детской школы искусства. Это ещё один проект, который нас ожидает для реализации. Проведён ремонт аттракционов в парке. Появились новые пешеходные дорожки. Сделано ещё ряд вопросов, решенные по дальнейшему обустройству. Год оказался очень насыщенным и по содержанию. В честь года литературы проведено пять вечеров с Ларисой Токлун. Цикл передач с поэтессой Любовью Кашинцевой. Творческие вечера в литобъединении «Ладоговы». Тематический вечер опалённой войной с Галиной Мамонтовой. Серия интереснейших юбилейных встреч с поэтом, общественным деятелем, почётным гражданином нашего города Ларисой Николаевной Васильевой. В городе впервые состоялись научно-историческая конференция в честь 520-летия со дня первого упоминания Киова, День славянской письменности, благотворительной акции «Важная мелочь». Провели комплекс мероприятий в честь 70-летия Победы Великой Отечественной войны. Безусловно, год это был красной нитью, проходили все наши дела, все мероприятия под эгидой 70-летия Победы. Среди этих мероприятий я хочу сегодня назвать это концерт дважды краснознамённого академического ансамбля имени Александрова, концерт при участии актрисы и кино Анны Большовой, танцевальный драматический спектакль «Письма памяти. Союз актёров Москвы». Это городские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша» и другие. Акции возложения цветов, мастер-классы, вручение юбилейных медалей, выпуск юбилейного диска, открытие памятников. Мы за один год открыли памятник несовершеннолетним узникам фашизма, сотрудникам ОВД. Открыли две стелы рубеж обороны Москвы. Прекрасная и интереснейшая встреча прошла под названием «От всей души» с народной артисткой России Ангелиной Вовковой. Ну и немного о достижениях в сфере культуры. Карнавал. Лауреат первой степени областного конкурса, исполнитель русского народного танца. Театр танца «Антре» – лауреат международного конкурса фестиваля. Народные коллективы «Сударушка», «Русская песня». Победители московского хорового конкурса «Коломенские зори» Алексей Лопасов получил диплом лучшего концертмейстера этого фестиваля. Народный хор, наш хор ветерана войны и труда, серебряный призер международного конкурса в Москве. Виталий Алексеенко признан на этом конкурсе лучшим солистом. Солисты ансамбля вокальной студии «Алая Капиан» в Красной Поляне стали лауреатами международного фестиваля «Хрустальное сердце мира». Учащаяся в нашей детской школе искусства Кристина Коробкова взяла первую степень международного конкурса «Ступени мастерства». Молодежная театральная студия – лауреат Московского областного фестиваля. А 21 вокалист наш представили город во Всероссийском музыкальном фестивале «Песенка года» и привезли оттуда гран-при и орден «Молодое дарование России». Это единственный был орден, вручен был нашей Полине Михеевой. В областном конкурсе лучший руководитель муниципального театра победила наша Светлана Давыдова, директор каменной сцены. И Татьяна Александра Ильиной, как руководителю парка, которая за последние годы очень большое движение в своем развитии сделала, присвоена звание «Заслуженный работник культуры Московской области». А наш поэт Геннадий Красников победил в шестом международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь». Город в течение года посетили с деловыми встречами и концертами известные в нашей стране люди. Я уже назвал и ансамбль «Песни и пляска» Александрова, заслуженный артист Стас Михайлов, народный артист Ангелина Вовк, Евгений Князев, Николай Расторгуев с группой «Любые», Валерий Леонтьев. Нас посетил во Дворце спорта лучшая, самая сильная в мире команда по таквандо, это команда из Северной Кореи со своим мастер-классом. К нам приезжали Ирина Крух, певица, актриса Анна Большова, композитор Лариса Рубальская. И в рамках проведения русской классики посетил народный артист Российской Федерации Александр Ширвиндт. В своем обращении Андрей Юрьевич касаемо спорта сказал, это не только развитие, но и защита детей, в том числе и от наркотиков. Я бы добавил, и не только. В этой сфере мы придерживаемся прежде всего основных принципов государственной политики. Это сохранение и укрепление здоровья, общая доступность и регулярность занятий физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы, учет традиций и особенностей муниципального образования. По всем этим направлениям в городе ведется довольно активная работа. Конечно, главное направление в нашей работе – это увеличение количества занимающихся физической культурой как в спортивных секциях, так и по месту работы, как в бюджетных, так и в коммерческих учреждениях. При этом, прежде всего, мы думаем о доступности для наших жителей и, в первую очередь, для детей и молодежи. В городе 39 тренеров у нас работает, 30 человек из них высшее образование, 5 мастеров спорта, 4 мастера международного класса, 2 заслуженных мастера спорта, 18 кандидатов мастера спорта, 100 спортивных сооружений мы сегодня имеем в городе. И число активно занимающихся у нас превысило почти, мы подошли, почти 26 тысяч. Это превысило уже 33%. Это, в общем, неплохой показатель, и это еще для нас не предел. С открытием ФОКа я надеюсь, что мы еще процентов на 5-7 должны обязательно подняться. Сформировавшись за предыдущий период неплохой материально-технической базе, за последние годы у нас появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием и обогревом, искусственные площадки во дворах Нестериха, комиссара Агапова, спортивное ядро в 8-й школе, а в 2015 году у нас еще и завершено строительство спортивных залов под Зюдо. Это фирма «Брандком». Константин Кузнецов вот сделал такое благое, великое дело за счет средств предприятия, сделали вот такие прекрасные несколько залов. У нас появилось несколько спортивных залов с помощью работы Александра Ивановича Кадырзанова присутствует у нас и в микрорайоне Красная Поляна, и в микрорайоне Букино. Построен у нас физкультурно-оздоровительный комплекс, скоро мы его будем уже открывать. Безусловно, большую работу провели в 2015 году мы и по реконструкции, по ремонту имеющейся базы. Это и стадионы «Москвич», труд, это тренажерный зал, это ледовый каток, это дворовые спортивные площадки, создан центр тестирования ГТО. Это сегодня актуально, проводится в городе, и мы здесь стараемся не отставать от тех требований, которые сегодня и в области представляются. Ведем активную работу. Я хочу отметить одну очень важную черту работы вот в этой сфере. Это патриотическая и воспитательная направленность. Уже многие соревнования у нас проходят с участием в их организации и в сопровождении наших ветеранов, знаменитых спортсменов, со звучанием гимна, с определением тематики их определения и посвящением великим событиям, знаменитым людям, героям. Для примера, последний рубеж по карате, братья Улюшкины, участники войны, дзюдо, Вячеслав Сахнов, спецназ, дзюдо, Семен Ржищин, спортсмен, легкая атлетика, Дмитрий Зайцев, мини-футбол и многое-многое другое. Такой внимательный и комплексный подход к организации этой работы дает и свои плоды. У нас довольно неплохие результаты практически во всех видах спорта. Я приведу несколько просто ярких единичных. Бейсбол. Пять лобниц в составе сборной Московской области, бронзовые призеры первенства России. Юноши и девушки по баскетболу, футболу, бейсболу, призеры первенства Московской области. Мужская сборная по футболу, второе место первенства России. Позняков Владислав, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований. Бучковский Артем, Кашаев Алла, победители первенства России. Молодежная политика. В городе более 17 тысяч представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Работа отдела по работе с молодежью велась активно и совместно с молодежными организациями вместе. Это наш отдел по работе с молодежью, Центр детских молодежных инициатив «Шанс», Молодежный совет при главе, Молодежный актив «Ритм», Молодежно-избирательная комиссия и другие. У нас их много сегодня неформальных объединений. Много инициатив интересных и содержательных было в 2015 году и выделято, и реализовано. Прошедшие встречи с молодежными активистами, блогерами еще раз подтвердили, что наша молодежь не только хочет, но и способна на хорошие, добрые и нужные города дела. Все активнее работают неформальные молодежные объединения, о чем они заявляют на встречах. Среди многочисленных их мероприятий это и экологический конкурс акций. Это акции «Цветы для милых и любимых», которая была очень принята хорошо, когда они на 8 марта, наши молодые ребята вручали цветы девочкам, женщинам, всем в нашем парке. Это конкурс стихов молодых поэтов, конкурс красоты и талантов «Мисс Лобня». Это дворовые турниры, посвященные знаменательным датам. Это по мероприятиям, которые инициатором была наша молодежь. Это зарядка с известными людьми, молодежь против наркотиков, День уличного спорта, акции «Свеча памяти», городской конкурс на приз главы «Лобня глазами молодых», где приняло участие более 2000 ребятишек. Летом 2015 года молодежь наша активно принимает и в общеобластных мероприятиях, и здесь приняло в областном лагере «Я гражданин Подмосковья», в первом международном молодежном лагере «Славянское Содружество», в первом всероссийском молодежном образовательном форуме. На базе «Шансы», который сегодня ведет очень активную работу, издается газета, в ней работает очень много кружков и секций, я почему говорю много, потому что действительно там и молодой журналист, и театральная студия, и креатив-студия «Апельсин», школа юного психолога, клуб «Молодая семья», просто даже перечисляя очень ярко-мастерская, и творческая, клуб для родителей и детей «Золотой ключик» и многие другие. В марте хорошее мероприятие было проведено в школе «10», организован общегородской молодежный сбор актива «Здоровым быть здорово». «Молодежь силами шанса» провела массовые мероприятия в микрорайоне «Катюшки», посвященные многим нашим знаменательным датам. И «Защитник Отечества», и «Масленцы», и «Восьмое марта», «День защиты детей» и многие-многие другие. В общей сложности даже только в микрорайоне «Катюшки» они достигли участия более 6 тысяч ребятишек. Социальная политика. В городе в полном объеме и своевременно выполняются задачи обеспечения государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, оказании социальной помощи различным категориям и группам граждан, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ведется единая система учета граждан, имеющих право на меры социальной поддержки. Сформированы все необходимые регистры. Более 26 тысяч человек получают меры социальной поддержки. Это почти треть города. Более 25 тысяч имеют право бесплатного проезда по территории Московской области на пассажирском транспорте. Компенсацию оплаты за жилье и коммунальные услуги получает более 16 тысяч, а с учетом совместно проживающих более 20 тысяч человек. Дополнительно по решению Совета депутатов льготы по оплате ЖКХ получает еще более 1700 человек. Адресную материальную помощь из бюджета получили 1132 человека наших жителей на общую сумму более 3 миллионов рублей. Более 26 тысяч лобниц из малообеспеченных, многодетных семей, инвалидов, пенсионеров коснулись и они воспользовались льготами при посещении муниципальных, культурных и спортивных учреждений. Более полутора тысяч детей получили бесплатные билеты на городскую новогоднюю акцию. Это совместная акция была, очень хорошая, очень интересная. Наша торговая палата проявила здесь полную активность. Инициатива была от Единой России. И здесь весь депутатский корпус, администрация, Единой России и торгово-промышленная палата провели вот этот новогодний праздник. Мы как раз организовали три больших ёлки бесплатные для детей, вот эти категории, которые назвал, и с такими прекрасными концертами. Свыше 15 миллионов рублей мы уже в 2015 году направили на летнюю оздоровительную кампанию. Цифра с каждым годом очень значительно растёт. Это тоже, я уже об этом говорил, совместный проект с правительством Московской области. Мы ежегодно выдаём сертификаты на бесплатное посещение аттракционов в парке всем отличникам, независимо от класса, которые закачивают на пятёрки-четверть. В эту же категорию входят дети из малообеспеченных семей. Обеспечивается работа бесплатных крузковых секций и другие многие меры социальной поддержки. На социальных маршрутах у нас сегодня работают 23 низкопольных автобуса. Обновленный автобусный парк на маршрутах 1, 2, 9, которые сегодня полностью отвечают современным стандартам. Все муниципальные маршруты обеспечены возможностью безналичной оплаты проезда с применением единой транспортной карты «Стрелка» и предоставлением полного пакета льгот. Разработан проект по установке лифтов на пешеходном мосту через железную дорожную станцию Лобня. Продолжаются работы по оборудованию сходов съездов с пешеходных дорожек и обратно. Это на территории всего города. Выделены денежные транши для предприятий на оборудование рабочих мест для инвалидов. С каждым годом количество мест у нас растёт. 3, 7 и в 2015 году уже такой транш выделен для организации 10 рабочих мест. Более двух лет у нас в городе работает уже МФЦ. Сегодня он оказывает 166 услуг, в том числе 43 федеральных, 77 региональных и 46 муниципальных. За год более 68 тысяч обращений. Сегодня 15 окон. Работает, открыли ещё в том году одно окно на выдачу результатов услуг. Главная задача, как и предопредено было изначально МФЦ, это сделать процесс получения государственных и муниципальных услуг проще и доступнее. Работа по принципу «одного окна» не только упрощает процедуру оформления, но и значительно улучшает качество и сроки представления услуг. Центр становится всё более популярнее и востребованнее. Отзывы граждан в абсолютном большинстве положительные. Среднее время сегодня они уже достигли 4,5 минуты. Хорошая цифра, не знаю, как всегда ли удается её выдерживать. Количество обращений сегодня вышли уже на рубеж в среднем 350 обращений в день. Уважаемые друзья, всё более значимой сегодня становится политика открытости власти. Повышение осведомлённости жителей о проектах, программах, реализуемых на территории. Усиление роли самих жителей в решении местных вопросов, активизации, социальной коммуникации. Для нас главным принципом работы была и есть открытость власти. В целях совершенствования коммуникации между властью и населением используются различные форматы взаимодействия. Это круглые столы, совместные акции, разнообразные мероприятия, дискуссионные площадки, встречи, которые помогают нам формировать наиболее обоснованные и правильные решения. И во всём этом многообразии активны наши общественные организации, объединения, инициативные граждане. Высокая активность наших жителей проявилась и в участии на соискании губернаторской премии нашей Подмосковья. В 13-м 64 заявки, в 14-м 165, а в 15-м уже 230, среди которых 30 победителей. И при всём при этом из 10 одна первая премия – это премия в нашем городе. Андрей Тишков со своим оркестром, который сегодня нас приветствовал, им дали в этом конкурсе первую премию. Для нас это очень-очень важно. И, Андрей Николаевич, огромное спасибо за эту работу, которую ты проводишь, и не только за эту в городе. На сайте города, помимо многого, у нас анонсируются ежемесячные прямые эфиры губернатора на телеканале 360. В Твиттере на страничке «Любимая Лобня» онлайн – трансляция этих эфиров. По их итогам газета «Лобня» выпускает подробные материалы и выходит увеличенным тиражом. Развиваем информационные ресурсы. С развитием официального сайта нашего города посещаемость его превысила уже 40 тысяч в среднем в месяц. Важная часть нашей работы – личные приёмы. Более тысячи встреч с жителями и представителями проведены личной главой. Время ожидания плановых приёмов у нас сегодня сокращено до одной недели. Еженедельно также ведут приёмы руководители администрации, заместители. Кроме этого, практически по утрам принимаем представителей бизнеса каждый день, а в случае необходимости – и жителей. Ежемесячно в микрорайонах приёмы ведут депутаты. Актуальные графики публикуются и в газете, и на официальном сайте. Ежемесячные встречи с главой. По поручению губернатора мы таких уже и в том году две, и в этом году уже провели одну. И теперь это в режиме ежемесячно будут такие встречи проводиться. Они, в общем-то, довольно интересно проходят, массово проходят, много задают вопросов, и, в принципе, мы от этого видим очень большую пользу. В августе состоялась встреча главы с представителем благосферы. В конце декабря ещё состоялась повторная встреча, в результате которой тоже мы наметили очень довольники. Несколько совместных проектов, которые нам интересно реализовать вместе с нашими блогерами. Практически еженедельно в плановом порядке, а по факту получается ещё чаще, по мере необходимости, производятся выезды в микрорайоны, где встречаемся с председателем Советов домов, обсуждаем текущие задачи, перспективные планы. Все пожелания прорабатываются и вместе с жителями решаются. Активно работают общественные советы в микрорайонах Восточный, Луговая. Создаются объединения жителей в рамках улиц, к примеру, Партизанская, Тихая. И одна из них, кстати, в губернаторском конкурсе, наша премия Подмосковья победила. Важная площадка для конструктивного обсуждения текущих и стратегических вопросов в развитии – это общественная палата, работа которой значительно способствует повышению открытости власти. В 2015 году мы стали активными участниками медиапространства. Я сейчас и сам работаю во всех сетях, и в Инстаграме, в Твиттере, ВКонтакте. Знаем и видим, и отслеживаем работу губернатора. Он также работает в соцсетях активно во всех этих группах. Активно развиваются группы администрации в соцсетях. Их можно найти также сегодня и в Инстаграме, и еще кроме этого и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, в Твиттере. Стараемся, чтобы любые вопросы, поступившие через сети, обязательно не остались без ответа. Функционирует блок главы. Можно найти сегодня все городские новости, узнать расписание транспорта врачей, записаться к врачам через электронную регистратуру и даже оценить дорожную ситуацию через онлайн-камеры. Личная почта главы, адрес на главной странице сайта и в еженедельном номере газеты. Срок отработки писем нами сегодня планомерно сокращается. Активно работаем в системе добродел. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы житель мог напрямую задать любые вопросы, высказать мнение, предложить идею. Инструментов для этого сегодня достаточно. Газета Лобня, телевидение, наша передача «Любимый акцент» активно сегодня работают. Работают. Трудами этого коллектива создано множество фильмов о городе Лобнинцах, интересных местах, достижениях, о многочисленных мероприятиях. Они подготовили 9 материалов только для показа по телеканалу 360. Много материала выпущено в газете и на телевидении. Многие лобницы сегодня информацию получают через ТРК «Лобня», и которые для них имеют, наверное, одно из самых больших значений. Кроме этого, наши жители получают необходимую информацию и с официального сайта Лобня.РФ из социальных сетей. Сегодня функционирует мобильная версия сайта для смартфонов. 300 вопросов задано жителям через рубрику «Вопрос-ответ». Все они у нас отрабатываются и публикуются. Актуальная информация о работе главы и администрации, муниципальных учреждений, о реализации местных областных проектов размещается ежедневно в социальных сетях. Основой, непременным условием развития социально-экономической сферы является наличие качественной нормативно-правовой базы и своевременное правильное его применение. Руководство с этими посылами ведет свою деятельность в Совет депутатов. Постоянно квалифицировано взаимодействие с депутатами Государственной Думы, Московской областной Думы, Советом муниципальных образований, прокуратурой, работая четко следуя федеральному и областному законодательству, внося свой достойный вклад в реализацию идеологии лидерства и организуя свою деятельность, основываясь на принципах, определенных нашим губернатором как приоритетных. На 13 заседаниях Совета депутатов принято 216 решений, из них 76 нормативно-правовых актов. В Совете 12 постоянных комиссий, 15 рабочих групп. Постоянно ведется работа по приведению нормативных актов в соответствии с действующим законодательством. Советом принято 16 новых положений, из них несколько, это об инвестиционном совете, о градостроительном совете, о координационном совете по малому и среднему предпринимательству, о молодежном парламенте и многие другие. На сегодняшний день в городе успешно применяются 130 положений, порядков и правил. В ноябре Советом депутатов было принято решение о выделении 22,5 миллионов рублей в качестве городского взноса для создания инфраструктуры земельных участков лобнинским семьям в Клинском районе. Важнейшим направлением и Совета депутатов, и главы, является работа с населением. Это работа с разного рода обращениями, встречи, собраниями, решением различных проблем во взаимодействии с администрацией, службами и предприятиями города. В результате этой работы решаются не только повседневные вопросы, но и формируется и корректируется наша работа, вопросы, которые впоследствии определяются как наказы и отражаются в муниципальных программах. Мы, весь депутатский корпус и глава, активно взаимодействуем с правительством Московской области, Московской областной думой, а также с депутатами Государственной думы, Совета муниципальных образований. Мы принимаем активное участие в работе круглых столов, различных совещаниях, заседаниях, президиумах. Сегодня в городе создана и постоянно совершенствуется вся необходимая нормативно-правовая база, которая требуется для дальнейшего социально-экономического развития города. Ведется активная работа по увеличению доходной части бюджета, осуществляется активная работа и с ветхим фондом, укрепляется материально-техническая база учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Решаются активно вопросы социально-защищенности жителей, вопросы содействия общественной безопасности и правопорядку, вопросы в сфере жилищного коммунального хозяйства и стимулирования мотивации учащихся. В 2015 году, активно взаимодействуя с общественной палатой, использовали новые формы работы, дискуссионные площадки, круглые столы, совместные заседания, форумы. Такая работа будет продолжена. Своим коллегам-депутатам я хочу сегодня сказать отдельное спасибо. Независимо от партийной принадлежности, личных симпатий, всегда решения принимаются во благо нашим жителям, интересам города. Такое солидарное отношение, наверное, и является главным условием высокой эффективности работы депутатского корпуса, его профессиональной состоятельности. Контрольно-счетная палата работает с ноября 2012 года. Работа ее носит стройный, планомерный и очень динамичный характер. Насыщенный план, согласованный с областью и Советом депутатов, всегда успешно выполняется. Специалисты отличаются высоким профессиональным подходом в работе. В 2015 году была продолжена работа по анализу эффективности и результативности расходования средств бюджета при реализации мероприятий и муниципальных программ. Осуществляется постоянный контроль за соблюдением бюджетного законодательства. Палата провела 30 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий только в 2015 году, а за 4 года ей подготовлено 106 заключений по результатам работы правопорядок и безопасность. В 2015 году правоохранительные органы успешно работали по обеспечению стабильной оперативной обстановки, недопущению совершения террористических актов, экстремистских проявлений, охраны общественного порядка и безопасности нашего населения. В течение года в городе проведено более 30 крупных массовых мероприятий. Нарушение общественного порядка во время их проведения не допущено. В целях повышения доверия населения к деятельности полиции проведено 12 встреч жителей микрорайонов с руководством отдела. Большой объем работы проведен по постановке на миграционный учет иностранных граждан. В течение года проведено более 40 профилактических мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Эта работа активно велась совместно с ОВД, прокуратурой, отделением УФМИС Российской Федерации по Московской области. Активно велась работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. Проведена большая профилактическая работа с молодежью по месту жительства и учебы. Целевые рейды, профилактические операции, игла, подросток, сообщих, где торгуют смертью. С участием молодежи проведено более 20 мероприятий. При активном участии отдела ГИБДД принят комплекс мер, направленных на улучшение ситуации в сфере безопасности дорожного движения. За 2015 год в городе не зарегистрировано погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Это тоже довольно большое достижение. Значительный вклад в снижение ДТП на дорогу города внесли занятия по правилам дорожного движения в детских садах и школах, которые проводились с участием работников ГИБДД. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории города проведено 15 заседаний городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. На предприятиях, в учреждениях и организациях различного вида собственности проведено 269 тренировок по линии ГОИЧС. Мы дважды принимали активное участие в командно-штабных учениях, проводимых на федеральном уровне. Проведено 12 областных тренировок по линии ЕДДС. 21 сход проведен с населением по вопросам жизнеобеспечения в местах массового пребывания граждан. Здесь это как раз сотрудники активность проявили больше МЧС. В 2015 году на базе ЕДДС начала функционировать служба 112. Это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб. За 7 месяцев работы операторами службы принято и обработано более 30 тысяч вызовов. Я хочу сегодня поблагодарить должностных лиц администрации, руководство и коллективы ОВД, прокуратуры, суда, миграционные службы, наших пожарных, всех работников МЧС, всю службу 112 ЕДДС, которые ведут постоянную, круглосуточную, большую работу по обеспечению и защите законных прав и интересов наших жителей. В городе зарегистрировано 49 общественных организаций, 8 отделений политических партий и 2 религиозные общины. Красной нитью в 2015 году в работе общественных объединений это были мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. За год их провели 124. На торжественных мероприятиях, прошедших в микрорайонах, мы вручили вместе с вами 1192 юбилейные медали «70 лет Победы». Проводилась большая работа по увековеченной памяти о событиях и героях Великой Отечественной. 9 мая мы торжественно открыли мемориал памятникам сотрудникам отдела внутренних дел по городу Лобня. 22 июня открыли мемориал несовершеннолетним узникам. 9 мая и 4 декабря открыли два памятных знака «Рубеж обороны Москвы». Общественные организации города активны участникам и всех общегородских мероприятий, в том числе акции, пропагандирующих высокую нравственность, здоровый образ жизни, а также содействующих организации помощи нуждающихся. Наши общественники принимают активное участие и в субботниках, и экологических акциях, и во многих других мероприятиях. Благодаря вам проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Создаются условия для более полной, полноценной жизни, насыщенной различными мероприятиями, инициативами, взаимной поддержкой. Объединенные общественные приемные. Здесь жители традиционно получают помощь и в решении жизненных проблем. Здесь и Центр притяжения молодогвардейцев. Здесь оказывается и юридическая помощь. Здесь и бесплатные услуги парикмахерской. А теперь регулярные приемы ведут не только депутаты, но и представители органов государственной власти Московской области. Сегодня это Центр многогранной общественной деятельности. Завершая итоговую часть нашего отчета, хочется выразить и признательность, и благодарность руководителям наших лобнинских предприятий, которые своей работой формируют наш бюджет. Успешная их работа – это главное условие развития нашего города. Особо хочу поблагодарить всех должностных лиц администрации города, муниципальных служащих, наших бюджетников, всех, кто каждый день добросовестно, не жалея времени и сил, последовательно делал то, из чего получился наш общий результат. В зале присутствуют руководители и лидеры наших общественных организаций, политических партий, активисты. Всем вам и вашим единомышленникам огромное спасибо за то, что вы делаете нашу городскую жизнь более содержательнее, интереснее, богаче. Делаете все, что необходимо для развития города и его стабильной социально-политической атмосферы, сохранение социального мира, чем мы все дорожим. Отдельно хочу поблагодарить представителей всех конфессий, национальных и общественных объединений за конструктивную и плодотворную совместную работу. Спасибо всем вам, вашим коллективам, за то, что в 2015 год стал для нашего города полезным и положительно результативным. Подводя итог, свой взор мы направляем в будущее. Совершенно очевидно, что впереди нас ждет непростое время. Но мы все понимаем, что путь к успеху в надвигающейся новой реальности лежит через умение преодолевать трудности, решать проблемы, несмотря ни на что и не снижая темпов. Нами уже предпринят ряд мер по оптимизации деятельности бюджетной сферы. Имеется план антикризисных мер для стабилизации экономики, стимулирования инвестиций. Функционирует совет по мониторингу социально-экономического развития города. В оперативном порядке отслеживаются ситуации в различных сферах жизнедеятельности города. Мы находимся в постоянной связи с организациями, готовности оказать любое содействие в случае необходимости нашим предприятиям. Современные экономические и политические условия требуют от всех нас еще большей консолидации, дополнительной мобилизации сил, более эффективного использования ресурсов и возможностей. Мы также, как и год назад, нацеливаемся на максимальные результаты как в достижении экономических показателей, так и в социальной сфере. Касаемо предстоящих выборов сентябрьских, я уверен, что наша главная задача в 2016 году – это не только сохранить годами, годами, я еще раз подчеркиваю, достигнутые нашими предшественниками, нами, все в городе, но и создать благоприятные предпосылки для дальнейшего развития города, обеспечения стабильности во всех его направлениях жизнедеятельности. Хочу привести слова нашего президента. В своем послании он сказал, мы можем спорить о путях решения тех или иных проблем, но мы должны сохранить нашу сплоченность, помнить, что главное для нас – это Россия. Это сказал и в своем послании наш губернатор. Это в полной мере относится и к нашему городу, ко всем нам, потому что Лобня – это маленькая Россия. У нас много задач, которые нам предстоит решить. Мы знаем, что беспокоит людей. Мы знаем это и наиболее глобального характера, проблемы которой у нас будируются постоянно, вопрос о приватизации земель, ОНТ «Катюшки», использование 15-го железнодорожного пути, это скопление на нашей станции составов с авиационным керосином, это новые появившиеся проблемы в объектах жилищного строительства. Наряду с этими есть вопросы, которые требуют первоочередного решения. Они обозначены и в указах президента, и в поручениях губернатора. Это вторая смена в школах, это недостаток кадров в медицине, это необходимость развития дорожной инфраструктуры, это комплекс нерешенных проблем в ЖКХ, бюджетной сфере. Все это повестка дня нашей предстоящей работы. Основные направления в экономике. Мы ставим задачу повышения объемов промышленного производства, поддержания и улучшения инвестиционного климата, развития инноваций, как следствие эффективное использование имеющихся производственных мощностей, строительство новых предприятий, реконструкция имеющихся, внедрение и развитие высоких технологий, поддержка предпринимательства. Необходимо продолжить и активизировать работу по мобилизации доходов бюджета, увеличение его налогового потенциала. Нам необходимо принять все возможное для сохранения достигнутого уровня инвестиций и создать в 2016 году также не менее 515 рабочих мест. В сфере ЖКХ задача – это обеспечить сохранность жилищного фонда, устойчивость систем жизнеобеспечения, эффективно использование городских ресурсов. Для этого мы ставим задачу заменить не менее 34 лифтов, обеспечить качественно ЖКХ к новому отопительному сезону, оборудовать в наших муниципальных бюджетных учреждениях автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, завершить строительство котельной на комиссара Гапова и провести обустройство комплексных 15 дворовых территорий. Это та задача, которая ставится правительством. Одной из важнейших задач является совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры, для чего необходимо выполнить требуемый объем ремонта дорог, тротуаров, парковок, проработать вопрос о необходимости открытия дополнительных автобусных маршрутов. Одной из задач – это введение в эксплуатацию детских садов «Зоренька», «Ягодка», «Солнышко», а также строительство детских садов в микрорайонах Букина, на улице Жирохова, в микрорайоне комиссара Гапова. Мы должны запроектировать комплекс работ по реконструкции стадиона «Москвич». Задача этого года. Важнейшей задачей является работа с ветхим жильем. Мы должны обеспечить заключение договоров по «Москвичу», улице Батарейной, улице Текстильной, микрорайон Южный. Кроме этого, необходимо продолжить реализацию ДРЗТ по аэропортовской и спортивной. В 2016 году одной из задач – завершение работ по генплану и правилам землепользования и застройки. Мы проведем необходимый комплекс работ по дальнейшему обустройству сквера «Защитника Москвы», Киовского парка, Городского парка культуры и отдыха. Будет продолжена работа по улучшению внешнего облика города. Это коснется фасадов зданий домов и нежилых строений, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Мы продолжим работу по проектированию и строительству банного комплекса. Решим вопрос по обеспечению земельными участками многодетных семей. В социальной сфере ставим задачу сохранения существующих льгот, усиления адресной поддержки нуждающихся категорий граждан. Наша работа и впредь будет направлена на повышение уровня доступности объектов социальной среды, торговли, транспортной инфраструктуры для наших жителей и, в первую очередь, для маломобильных групп и детей. Свои усилия будем направлять на увеличение возможностей для занятий физической культурой всех, в том числе инвалидов, их участия в культурной жизни. Будем развивать набор бесплатных уструх для остро нуждающихся. Все это будет предусмотрено в муниципальной программе «Социальная лобня». Приоритетная задача муниципальных органов управления, имея в виду администрации, комитет по физической культуре и спорту, управление культурой, управление образованием, коммунальной службой, остается развитие города как территории, комфортной для проживания. Это должно быть отражено в программах и с учетом озвученных сегодня задач и посылов должны быть скорректированы эти программы. Руководитель администрации прошу это учесть и при необходимости провести необходимые мероприятия по внесению изменений в программы. Нам нужно открыть центр досугами к районе Восточный, новые помещения Музея истории города и не менее чем на 5% увеличить долю регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Мы проведем выборы молодежного парламента, а в сентябре все вместе будем обеспечивать успешное проведение выборов в Государственную Думу, Московскую областную Думу и Совет депутатов. Будем продолжать оказывать финансовую помощь студентам, обучающимся за счет города. Создадим ДНД. Дорогие друзья, я остановился на основных направлениях нашей совместной работы в 2015 году. Некоторые вопросы требуют более глубокого анализа, более широкого комментария, который по понятным причинам я изложить не мог. В ходе текущей работы мы будем это делать и дополнительно разъяснять важность и необходимость усиления того или иного направления работы. Я всем нам желаю, чтобы текущий год был успешным для города и в реализации озвученных сейчас задач, и результативным в сентябрьских выборах. Я очень рассчитываю на практическое участие всех, кто присутствует в зале, кого вы представляете, всех, кому небезразлична судьба нашего города. От всех нас, от нашей энергии, самоотдачи, профессионализма зависит результат, который необходим городу для его дальнейшего развития. И всем нам, жителям, те проблемы, которые имеются сегодня в городе, могут и должны решаться только сообща. Мы верим, что наш город Лобня будет и впредь динамично и комплексно развиваться. Мы верим в себя и в то, что стоящие задачи обязательно решим. Я благодарю всех вас удачи, хорошего здоровья всем вам, вашим коллективам и семьям. Спасибо за внимание. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Ирина Константиновна Роднина. Добрый день. Знаете, всегда приятно отчитываться, когда есть результат работы. И сегодня мы это услышали. Услышали не только результат, который уже проделан, но самое главное, поставлены очень четкие задачи, к чему мы должны идти дальше. Приятно и то, что и губернатор Московской области Андрей Юрьевич Боробьев, и глава города Лобни Николай Николаевич Гречишников очень много уделили и уделяют своей работе именно социальной направленности. Конечно, экономика этого главу угла. И от экономики очень многое зависит. Но то, что социальные проблемы, даже вот по сегодняшнему докладу, мы увидели, занимает куда-то даже где-то большую часть отчетности, внимания и тех забот и проблем. Потому что мы давно говорим о том, и эту задачу поставил для нас и президент, что Россия должна быть страной комфортного и удобного проживания. Наверное, поэтому и социальные все вопросы, они становятся очень важны. Это и медицина, это и образование, это и спорт, это культура, это отношение младшего поколения к старшему поколению, это забота сегодняшнего руководства о тех, кто отдал очень много для развития и побед нашей страны. И должна сказать, что вот из многого того, что я услышал, очень многое радует. Я хочу поздравить Лобни, которая первая отчиталась о такой очень важной программе, как детские сады. Еще несколько лет назад мы поставили эту задачу, потому что, как любой депутат, и не только депутат, как практически каждый гражданин нашей страны, мы знали, сколько было вопросов. Куда устроить ребенка? Как устроить ребенка? Потому что, естественно, люди хотят и дальше, и заниматься своей семьей, и развиваться, и вести бизнес. Но если есть у тебя такая головная боль, где ребенок и с кем ребенок, это очень сложно решать. И Лобни здесь просто впереди, впереди всей Московской области. Хотя, как видите, на следующий год, то есть не на следующий, а на 16-й, задачи еще стоят больше. Я здесь, конечно, больше могу рассуждать из позиций спорта. Но для меня спорт – это не только медали и результаты, хотя я как бы самый яркий представитель олимпийского движения. Я счастлива, что музыкой всех моих побед – это был гимн страны. Это действительно очень дорогое, как вам сказать, памятное, не только для меня, но и для нашей страны, потому что я всегда знала, что, выступая на любых соревнованиях, за мной стоит страна, за мной стоят граждане нашей страны и стоят мои болельщики. Подвести это никогда нельзя было. Но сегодня для нас спорт – это еще и здоровье. Здоровье подрастающего поколения. Сегодня было сказано, что 33% регулярно занимаются спортом. Наша задача, и она поставлена тоже правительством, руководством страны, чтобы более 80% детей, которые находятся в учебных образовательных учреждениях, занимались регулярно спортом. Чтобы мы не только отчитывались мероприятиями, а чтобы мы могли говорить, что дети регулярно, два-три раза в неделю занимаются. И поэтому есть такой партийный проект, как школьный детский спорт. И я здесь как раз и представляю, наверное, этот проект. И на сегодняшний день у нас есть уже полная договоренность о том, что на нескольких районах Московской области у нас пойдет этот пилотный проект «Открытие школьных спортивных лик». И вот совсем скоро мы уже начинаем эту работу. И мы надеемся, что она войдет в каждую школу. Сегодня это пока пилотные проекты, что практически каждый ребенок будет заниматься спортом, потому что нам нужно здоровое поколение. И от той программы, которая нам сегодня говорит образование, что мы должны привить навыки здоровья сберегающей, я считаю, что мы в школе должны в первую очередь привить детям, что здоровье – это не только их собственный вопрос, это достояние из страны. Потому что только здоровый человек, который получает одно из лучших образований в мире, поверьте мне, мы много критикуем нашего образования, но все равно это образование намного выше, чем в других и многих странах. Но чтобы донести это образование для своего развития, для развития страны, конечно, нужен здоровый человек. Спорт, он учит нас бороться не с соперником, а побеждать себя. И эти знания мы должны дать каждому ребенку. Только тогда он будет добиваться и хороших результатов, и идти вперед смело по жизни, потому что он будет знать, что знания и силы, и то здоровье, которое ему дают в образовательных учреждениях, приведет его действительно к большому и хорошему результату. Я должна сказать, что вот совсем недавно провели, мне кажется, очень доброе, чудное мероприятие, как лыжня в Талдоме. Это действительно, поверьте, я видела много всяких соревнований, но это был просто вот так, бальзам на сердце. И совсем недавно прошла в Химках лыжня России. Представляете, как приятно, когда глава города, Николай Николаевич Гречишников, который принимал в одном из стартов этой лыжни, и очень расстроился, что он рассчитывал на 10 километров, а пришлось всего 4 километра бежать. И мне кажется, это очень хороший такой заряд, потому что мы видим, какой у нас спортивный президент, как у нас много внимания уделяется здоровью и спорту. Если сам глава и губернатор региона становятся примером в этом плане, то мы победим очень многие вопросы, которые нас волнуют. И, конечно, планы на 16-й год, который уже начался, это не самые легкие планы. Мы все прекрасно понимаем, что мы входим в тяжелые состояния. И поэтому такие программы, которые ведет партия «Единая Россия», как «Школьный спорт», ведется программа «Дворовый спорт». Мы эту программу начинали в 2009 году, когда понимали, что вот как раз в период, когда были сложные, тоже действительно сложные времена, а большое количество детей может оказаться без организованного детского отдыха. Сегодня мы опять в таких же временах. А если честно сказать, я не помню, когда у нас были легкие годы. Но если мы будем все эти программы выполнять, и выполнять не для галочки, а потому что это нам самим все интересно, потому что это программа, которая делает нас сильнее и сильнее нашу страну, то мы действительно дойдем до большого, хорошего результата, о котором все мечтают. И не случайно на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи у нас был девиз «Одна страна, одна команда». Если мы с этим девизом будем вступать в каждую программу, то, поверьте, нам будет очень часто приятно слышать гимн нашей страны в честь наших побед и наших результатов. Успехов вам и всего наилучшего! Слово предоставляется заместителю председателя Московской областной думы Никите Юрьевичу Чаплину. Уважаемые товарищи, дорогие лобнинцы, сложно говорить после замечательного выступления Ирины Константиновны, поэтому буду говорить короче. Роль, задача, миссия депутата достаточно простая, с моей точки зрения. Это быть толкачем, лоббистом интересов своего города, своей территории и интересов жителей. Именно так мы договорились с Николаем Николаевичем в 2012 году, когда лобня была закреплена за мной как за депутатом областной думы. И сегодня очень много слов Николай Николаевич сказал о том, что сделано было за год, но хотел бы сказать, что многое то, что сделано, сделано в том числе за счет бюджета нашей области, за счет поддержки губернатора и работы областной думы. Областная дума является органом, который принимает областной бюджет. И хочу, может быть, очень коротко сказать, что наш физкультурно-оздоровительный комплекс – это в основном деньги Московской области. Наши четыре детских сада – это софинансирование Московской области. И что, наверное, мне лично приятно, это то, что наш парк в этом году, который мы приведем в лучшее уже состояние, и думаю, что мы займем первое место, постараемся с Николаем Николаевичем, чтобы наш парк занял лучшее место, получит 10 миллионов рублей из областного бюджета для того, чтобы его сделать еще более красивым, чтобы наши и молодые, и взрослые жители Лобни радовались находясь в нашем парке. Поэтому мне очень приятно, что есть часть моей работы в том, что наш прекрасный город процветает и становится лучше. На этом не будем останавливаться. Продолжится финансирование социальных программ Лобни из областного бюджета, и ваш покорный слуга очень четко держит руку на пульсе вместе с главой города, с руководителем администрации. У нас есть еще одно обязательство перед жителями, перед нашим городом. Я думаю, что мы вместе с Николаем Николаевичем, с Евгением Викторовичем, и вместе со всеми вами, потому что это наша общая миссия, добьем в ближайшее время вопрос по переезду. Да, тяжелое время в стране, может быть, не хватает денег в областном бюджете, но мы должны для жителей, во имя жителей, этот вопрос решить. Поэтому мы его с контроля не снимаем. Депутат имеет свои деньги, которые выделяет ему областной бюджет. Мы принципиально тоже договорились с Николаем Николаевичем в 2012 году, что мы все деньги направляем на три блока. Это образование, здравоохранение и помощь нашим ветеранам и пенсионерам, и инвалидам. Больше ни копейки никуда не направлялось. В 2013 году мы, депутатские мои деньги все... То есть я как бы не хитрю здесь. Каждый ноябрь, говорю, Николай Николаевич, вот 5 миллионов, 6 миллионов распределяйте в направление социальное. Поэтому мы эти деньги направляли на Дом культуры Луговая в 2013 году, на новые стеклопакеты в детских садах 1, 2, 4, 5, 7 и так далее, на Луговскую среднюю школу, на Лобнинскую стоматологическую поликлинику. В 2014 году приобрели на эти деньги мебель и оборудование, вы приобрели, я только отдал. Приобрели для школы номер 3, школы номер 7, школы номер 8, для детских садов. В 2015 году это были деньги, ушли на мебель и компьютерное оборудование, тоже для школ, и на спортивное оборудование для детской, юношеской спортивной школы, и Центр детского творчества. А также маловые игровые формы и сенсорную комнату для детских садов 1, 4, 5, 8, 10. В этом году деньги направили на компьютерное оборудование и мебель для школ 3, 4, 9, для лицея, для детских садов и мягкое покрытие для детской площадки на улице Текстильный, дом 12. Вы эти адреса знаете лучше, чем я. Мы все в одной лодке, у нас одна цель, это процветание нашей страны, процветание Подмосковья и нашего замечательного города. Поэтому, если мы будем держаться вместе, то все у нас будет хорошо. Поздравляю вас с наступающим праздником, Дня защитника Отечества, а в этом зале и сидят защитники Отечества. Глава Талдомского района Владислав Юрьевич Юдин. Добрый день, уважаемые активы городского округа Лобня. Добрый день, уважаемые присутствующие. Видите, отдельная миссия. Сегодня те, кто подготавливали это мероприятие, сказали только одно. Говорят, иди тише, оглядывайся назад, потому что будет закрываться как раз сцена. Говорят, не скажи ничего лишнего. Я все выполнил. Так вот, очень было приятно сегодня слышать такой качественный доклад, учитывая, что городской округ Лобня развивается такими большими темпами, он двигается прогрессирующе вперед и дает большой результат. Мы неоднократно, подводя определенные итоги, забываем о самом главном. Ведь дело в том, что не так, как мы забиваем гвоздь, и не тем, чем мы его бьем, а дело в том, что какой продукт после этого образуется. Найдет ли каждый себя в этом городе? Мы сегодня должны задать только один вопрос. Насколько мы можем реализоваться на территории городского округа Лобня? Ну, в том числе вы. Я-то, понятно, сегодня гость. Я, конечно, всегда поддерживал и буду поддерживать городского округ Лобня и, соответственно, работать очень плотно с руководящим составом, так как нас связывают не только дружеские отношения, а прежде всего юридическое соглашение, которое дает возможность нашим предприятиям, предпринимателям общаться с друг с другом и дает возможность обмениваться продукцией, которая выпускается на разных территориях. Поэтому я желаю всем, прежде всего, чтобы вы нашли себя в этом крупном, большом городе, чтобы этот город дал возможности всем реализоваться. Не забывайте только одно. Когда мы увлекаемся определенными событиями, делаем саг за шагом и идем вперед, мы иногда не оглядываемся и не вспоминаем те года или то время, которое было перед текущей датой. Уважаемые друзья, еще раз вас поздравляю все-таки с сегодняшним событием, так как вы все принимали активное участие в развитии городского округа. Большое всем спасибо за заседательный труд. Ждем вас на своей территории. С праздником, друзья! Вишневым цветом зорька зацвела Свою лампаду месяц погасил Ударили вовсю колокола Исклонный звон божественный поплыл Малинка застыла в камыше Рассой умылся, причастился лук Так праздничное сердце и душе Так радостно и солнечно вокруг Колокола, колокола по всей России Колокола, звенят колокола А золото церковных куполов Рассыпалась в лазурных небесах И люди слышат звон колокола С надеждой, верой в любящих сердцах Этот звон плывет со всех сторон Как будто он из сказочных времен Как будто он из глубины веков Колокола, колокола по всей России Звенят колокола Колокола, колокола по всей России Во всей России Звенят колокола И пусть дорога жизни нелегка Для добрых дел используй каждый час И пусть дорога жизни нелегка И звон колоколов наверняка И звон колоколов наверняка Теплом зарет каждого из нас Колокола, колокола по всей России Колокола, колокола по всей России Во всей России Звенят колокола, колокола Колокола, колокола по всей России Колокола, колокола по всей России По всей России По всей России Звенят колокола По всей России Продолжение следует...